Музыкальный фестиваль И мы решили тоже присоединиться к этой музыкальной волне и пригласили в нашу студию Игоря Пушкарева, музыканта, певца, композитора, автора-исполнителя, мультиинструменталиста. Я даже скажу, что носителя истории становления многих звезд эстрады. Правильно? В этом есть, да, что-то. Олег Буреев, генеральный продюсер, давний друг Игоря Пушкарева. Ну, просто друг, человек, который по многим известна песня «Удивительная ночь». Ай-яй-яй-яй-яй, который... Да-да-да. Вот, Олег как раз мне описал эту песню, он приехал, послушал, и вот он меня мучил постоянно, Игорь, ну давай, да, доделай эту песню, ну давай. Я ее, знаете, год писал где-то, может быть, еще дольше. Но Олег приехал, заставил, говорит, сделай эту песню, добей ее до конца, и я... Благодаря Олегу. Сделали с ним эту песню, уехал я в Москву, и песня появилась на радиостовсе. Ее услышали тысячи. Благодаря им Олегу. Благодаря Олегу. Да. Ну, прям это, я в краску аж вошел. Ну, а разве не так? Ну, так. Крутили долгое время. Скромное мнение о своих заслугах, но помогают. Насколько есть возможность, помогают, конечно. Это здорово, когда такие друзья рядом, вообще здорово. Ну, я хочу остановиться. Ну, не случайно начала я разговор с музыкального международного фестиваля «Мир эпох и имена». К нам приехала Лариса Долина, известная певица эстрадная. Приехала? Приехала. Вы не знали? Нет, не знала. Вот, приехала. Она выступает в рамках этого международного фестиваля. Но, как я знаю, вы с ней работали. Да. Очень тесно работали. Вот, как ваше знакомство состоялось и сколько лет вы работали, зная, что вы писали для нее песни? Ну, что-то пытался тогда. Да. Я давно, в принципе, песни еще со школы писал, но у Ларисы просто более уже серьезный профессиональный уровень и требования другие. И она мне где-то даже помогала, там, подсказывала что-то в те времена. Ну, какую-то письму даже в России в концертном зале. У меня, кстати, к сожалению, нет этой песни. И я даже мелодию, ну, что-то такое помню, но жалко, записи нет этой, как-то так получилось. А с Ларисой, да, познакомились. Она здесь устроилась в филармонию нашу. В Ульянске. Да, да, ребята, музыканты жили в гостинице «Венец». Я работал в верхнем зале ресторана. Вот. И они приходили к нам на ужин после репетиций в филармонии. И мы что-то подружились, мы познакомились, ну, как обычные музыканты, тем более с другого города. Да. Из Питера. Интересно. Да, общались с ними. И они мне предложили поработать. Все говорят, я клавишника-то никакой, в принципе. Ну, так, я что-то играю, я больше на саксофоне, на гитаре. Ну, тем не менее, я согласился. Это тоже непростой был шаг. Это нужно было уехать из дома. Мы ездили на гастроли, катались. А где вы были на гастролях? Мы всю Россию объездили. Причем у нас это сейчас работают, выезжают. А мы уезжали, у нас туры были очень надолго. Фактически все время были в поездках. Потому что Лариса очень востребованная. Исполнитель и певица великолепная. И, скажем так, единственная такая в России, которая именно работает в своем жанре, в своем стиле. Ну, с ней было удовольствие одного работать, на самом деле, с Ларисой. Много почему. С музыкантами познакомился, благодаря ей с хорошими. Ну, и покатались мы по России. А что произошло? Почему вы так вот ушли? Почему ушел? Ну, время, наверное, такое просто настало. Хотя музыканты все, я тоже вот как бы многих пригласил музыкантов тоже, вот коллектив. То есть мы поехали, нас сразу трое мы поехали. А кто еще? С Ларисой. Еще Алексей Прокофьев, известный очень ульяновский человек, музыкант. Он сейчас, по-моему, в Германии живет. Но композитор и гитарист. Вот, Алексей поехал с нами, и бедерман Боря, клавишник. У нас еще инструменты были крутые. В России таких были единицы. У ульяновских музыканты? Да, у ульяновских тем более. У нас у Бори был DX7 Yamaha, DX7. На тот момент, да. Да, а у меня Roland GX8P, такой подкладочный. Тут более такой рояльный. А у меня в основном педики, подклады, какие-то синтезированные звуки. Очень-очень даже. Это им нужно было как раз вдоль. Они, представьте, за инструменты взяли. Но мы потихоньку учили программу и играли вживую. Только вживую исполнили было. Первая поездка была в Норлад, я помню. Базик какой-то подъехал. И поехали мы. Ну, клево было. Так многие начинали. Да. У нас еще по Терловкам это называется. Есть. Да, да, да. Вообще жесть. Такие были гостиницы там, условия. Ну, нас один раз перевозили из одного рабочего поселка в другой. А аппаратуру загрузили в самосвал. А нас везли в пазики музыкантов. Вот тоже был опыт гастрона. И самосвал обогнал пазик. Он знал, куда едет. Он подъехал к ДК. Просто выгрузился вместе. Барабаны там. Все эти инструменты, колонки и все остальное уехал. Такое же было запросто. Раньше просто относились к этому вопросу. Это сейчас охрана, там грузчики, специальные техники. Очень много обслуживания, оборудования. Потому что оборудование стало очень сложное и очень дорогое. Поэтому нужно понимать правильно этот вопрос. Раньше тоже было недешево. Да, но раньше просто невозможно было некоторые вещи купить. Просто невозможно было купить импортную гитару. Это только какие-то вообще фантастические пути. Я не знаю, нужно было на Марс долететь и обратно. Было проще, наверное, чем купить хороший инструмент. Или клавиши, или гитару. Тем более барабаны. Это вообще невозможно было. Всякие самодельные, местные, там, саратовского производства. Энгельс делал отличные дрова. Вообще сумасшедшие. Сейчас уже не делает. У нас в России, в принципе, в те времена, пару коллективов, ну, может быть, три коллектива. Это вот письмеры. Да, которые выезжали. У которых был аппарат фирменный. То есть, Динокорд. Тогда он считался крутым очень аппаратом. А они, собственно говоря, и снабжали всех более-менее серьезных музыкантов инструментами. Потому что у них была возможность выезжать. Пускай, допустим, это были соцстраны, но там уже можно было купить. И, естественно, они везли сюда. Естественно, у них было так, как они были музыкальными коллективами. Они перли и туда кучу аппаратуры и обратно. Кучу аппаратуры, естественно, было непонятно, что из них это лишнее, а что не лишнее. Ну, естественно, этим и жили иногда. Потому что, что, зарплаты там были смешные. А продав инструмент, можно было очень серьезно заработать на запись. Почему, собственно говоря, у них студии огромные в Москве. За счет чего? Вот за счет этого как раз и есть. Они на этом зарабатывали. Невозможно было наклады. Даже то, что получали в валюте, забирали государственные структуры, околомузыкальные. И самим музыкантам, собственно говоря, ничего не доставалось. Олег, а вот вы помните, сколько вы получали на тот момент? Когда вот сдоленный... Ну, музыканты тогда тарифицировались, так называемые. Была тарификация. А вот я не помню, сколько лет я с Ларисой Александровной работал. По-моему, не так много. Года два, наверное, всего. Может быть, три. Я не помню сейчас. По-моему, пару лет. Вот. И вот только в самом конце уже у нас была в высшей категории. Что-то, по-моему, 16 рублей было. А так 10 или 8 рублей за концерт. А зарплата была? Не было никакой зарплаты. Была вот за концерт. Здесь ровно одна спрашивая. Получали за концерт. И, может быть, была какая-то зарплата. Я сейчас не помню. Ну, а среднее, наверное, 100, может, да, было? Ну, смотри, сколько концертов. Там тоже здельщина была, на самом деле. Были люди. Та же долю, но у нее, по-моему, насколько я знаю, был оклад филармонии какой-то минимальный. Боярского был минимальный оклад в нашей же филармонии. У нас, может быть, тоже был. Я просто не помню. Да, ну, там, видимо, такие смешные деньги были, что никто даже... Это в основном чисто из-за энтузиазма или из-за любви к музыке, скажем так. По современному, по фанам называется. Фан. Да, ну... Интересно людям, люди этим занимаются. А уж там заработали денег или не заработали, это уже другой разговор. Чтобы все зарабатывали как могли. А правда, кстати, за ключи я вспомнил, почему я ушел из коллектива. Так. Товарищи, моя, конечно. Короче, в один из вечеров, где-то мы работали, я не помню, может быть, на Украине, встретился с музыкантами местными. Ну, как приезжаем, всегда кто-то приходит, там, со мной, на площадку, на концерт. И, ну, что-то... Мы всегда кассеты с собой возили, магнитофончики. И мы принесли кассету и записали песню. Ива, да, амина. На статус-кво. Вот, и, короче, песенку эту поставили. Я прихожу к нашему, мы чай, как обычным вечерком. Кстати, тогда не пили, как вот сейчас многие бухают. Тогда вообще мы чай пили. Я вот не помню, чтобы мы пили там. Это редко было очень. Не знаю, почему так. Это связано, скорее всего, было с тем временем просто. Ну, это... Ну, так редко. Не было так, чтобы каждый вечер. Советское же время было. А? Советское было. Ну, да. Я сейчас скажу, какой год это был. Это был 85-й, что ли, год. 84-й, 85-й. И я прихожу, эту песню ставлю нашим. Я такие... А меня Егор они зовут. Потому что иностранцы, когда встречаются, они... Игор. Игорь. А меня Егор. А меня на Вульяновске многие музыканты Егор. Егор зовут. У старого поколения музыканты. Горожане группа была. Я здесь когда-то в своё время в группе Грозане участвовал. Короче, оставлю эту песню. Я говорю, ты чего, Егор, совсем с ума сошла? Она же шняга какая-то вообще. Я так обиделся. Я говорю, да это же хит. Это же... Ну, тогда слова хит ещё не было, может быть. Но я говорю, это чума. Мне так песня-то нравится. Вы что, это же так клёво. И, короче, я что-то так... И они все, главное, меня все наехали. Вот все. И Прокофьев, и Бедерман. Я думаю, что это такое, что происходит-то? Это вас обидело за дело. Ну, конечно, не из-за этого. На самом деле было немножко по-другому. Потому что приехали мы в Москву. И когда жили в гостинице «Россия», мы познакомились на гастролях с группой «Часпик». Такая была очень хорошая группа была. Название, кстати, прикольное, да, «Часпик». Да. Звучит. Вот. И я подружился с ребятами. Там барабанщик Володя Дольский, который потом работал у Игоря Саруханова. И до сих пор работает. Кстати, похож на Фил Коллинза. Вообще в ноль такой паренек, и тоже на барабанах играет. И они меня попросили на запись Игоря Саруханова в Москве. Они на Мосфильм писались. «Постарели мои старики». «Постарели мои старики». И вот эта песня. Клавиши попросили. Там уже был подкладик такой. И приехали в гостиницу, забрали, говорят, я с вами поеду. Я с ними на студию. И вот Игорь ее пел, я сидел, ревел там, слушал. «Невозможная песня крутая». Просто у меня до мурашек, как Саруханов поет. И вот они еще-то и пойдем к нам работать. Им тоже нужен был шинтезатор. Короче. Вот такая тема. И в общем вы перешли к Игорю Саруханову. Да, я предложили. Там условия были немножко другие. Там жестко нужно было находиться в Москве. У Ларисы как-то у нас все сложилось так, что нам во многих моментах шли навстречу. В филармонии, где мы работали разные. То есть нам оплачивали дорогу домой. Как-то вот все. А у Саруханова там уже немножко другие времена наставят тогда. Немножко что-то уже поменялось. Вот время немножко поменялось. Уже более такой коммерческая музыка стала. И я когда приехал, мне сказали, Игорь, только надо быть в Москве. То есть тебе сейчас нужно будет решаться. Мне пришлось семью перевозить, снимать квартиру. И все, я остался. А у вас уже была семья на тот момент? Да, у меня уже была дочка. Ирина Пушкарева. Немало известная. Многие в городе знают ее по моим песням. У нее уникальнейший голос просто. Такой тембр. Таких просто нет. Все песни, которые я ей написал, которые она исполнила, они все нравятся. Вот всем нравятся именно эти песни из моих. Ну, а я ей, конечно, само собой. А она сейчас выступает? Она в Москве. Она... Нет, она редко работает. Ну, бывает иногда работает. Ну, она где-то работает в банковской сфере в какой-то. Внучка у меня уже есть. Николь зовут. Николь красивый. Взрослая. Одиннадцать лет уже. Какая большая. Огромная. По вам не скажешь. Да. Мне не скажешь. Что еще рассказать? Вам интересно? Вы вот не знали. Вот с Игорем Сарухановым вы долго работали? С Игорем я, по-моему, год работал. С Игорем я работал год. Ну, кстати, очень интересные поездки были. Тогда уже... Тогда, кстати, еще были поездки. Первая поездка была в Киев. На новогодние вечера. И мы работали в комплексе Украина. Жили в гостинице Украина. Супер номера были одноместные у всех. То есть все было великолепно просто. И там, по-моему, 12 дней были. А потом гастроли с Игорем туда-сюда, туда-сюда. Все очень понравилось. От Игоря я ушел в группу, которая называется «Х9». Фактически название этой группы я придумал. Это музыканты были в Москве, которые остались как-то без работы. Ну, это 92 годы были. Мы с ним где-то в тусовке встретились, подружились. А у меня просто очень много связей было. Я говорю, давайте что-то сделаем, помогу вам. И что-то между делом так вот к этим ребятам я и перешел. С ними работали. С ними, «Х9» мы начали кататься. Первые гастроли были с Женей Белоусова. Потом мы уже у Жени Белоусов стояли на заднике. Ну, то есть, как это называется? Ну, там, фонограмма. Да, он поет, девочка моя, синие глаза, на стадионах работали. То есть мы свою программу отрабатывали. Ну, там где-то минут 40, я не знаю, наша программа была. «Х9». А потом выходил Женя Белоусов, мы оставались на сцене. Солист у нас уходил, а мы продолжали прыгать под Женю. Короче, вот такая тема. Потом на гастролях встретились, в цирке работали. Женя Белоусов, короче, вот когда мы с ним встретились, Филипп Киркоров пел две песни. Белоусов тоже две песни. И Азиза тоже две песни. Все звезды. Их вот кто-то толкал, я не знаю, кто им занимался. Ну, по две песни, тем не менее, их брали в программу, и они уже тогда набирали авторитет. И стали звездами. А вы когда стали петь? Ну, я в ресторанах еще пел. А, то есть вы раньше? Со школы, в горожанах, в парус у нас группа была. А вот расскажите, да, что за парус? Парус – это раньше ДК профсоюза называлось, сейчас губернаторский, по-моему, да. Вот там школьный ансамбль, был школьники. Абрам Маркович Герловин такой, педагог был, замечательный человек. Его в Ульяновске очень многие знают, помнят. Его несколько лет уже нет. Вот, и там коллектив был. Мы также работали где-то, вот даже в кинотеатре художки, я помню, мы работали перед какими-то концертами. Ну, вам сколько лет было тогда? Ну, наверное, класс 8-й, наверное. Учились еще. В школе. Лет 15, наверное, не знаю. В школе играл. В курсомол меня не приняли. Почему? Из-за того, что музыка. Потому что музыкант, да. И музыкант, комсомол, я поступал, прям так хотел. Несколько раз. В музыкальный училище поступил, тоже меня не приняли. У нас в музыкальном училище, да. А там почему не приняли? Не знаю. Еще была вот эта вот тема. Те тогда еще времена были такие. Ну, потому что я в ресторане работал. Зарабатывал один больше, чем все педагоги в нашем училище. Кому же такой ученик-то понравился в те времена? Ну, вообще, у меня, честно говоря, очень большая история. Я могу коротко вам рассказать. Хорошо. У нас же время ограничено, правильно? Говорите. Ну, а я знаю, вы все вылезли, только здравствуйте и все. Нет, говорите. Все хорошо. Да, все хорошо. Кстати, надо с Олегом поговорить, а то я болтаю, болтаю. А он сейчас присоединился. Ну, давайте я тогда сейчас расскажу быстренько, а коротко. Значит, школьный ансамбль. Началось в седьмом классе, я уже играл с десятиклассниками в школе. В седьмом я общался в тридцатой школе, в Кендиаковке. Я был в седьмом классе, а не десятиклассниками. Были вечера школьные. Но вечера пускали только восьмой, девятый, десятый класс. В седьмой класс даже не могли себе представить, что там творится. Ну, в смысле, все хотели на танцы, но вот я уже играл на соло-гитаре. Тут же параллельно, вот я как-то вот через год, через, там, я попал в группу «Парус». Меня выбрали, я в одно время был один из лучших гитаристов, там, вот этого возрастного. Вот, как вот, восьмиклассник, грубо говоря. Потом у меня в группу «Горожане», там есть такая была, в Ульяновске, тоже в профсоюзах. Там же, наверное, находилась. Да, очень многие известные, талантливые музыканты, тоже, это уже там взрослые, все работающие, люди военные, духовая группа, все были военные музыканты, духовики. Супер. Коль Новичков, кстати, Макарик работал в этой группе, это Макаров, Володя, это Академия Бэнд сейчас. Коль Новичков, Матрабонь, который у них, вот, руководитель был, я не знаю, сейчас где Коля, он, по-моему, сейчас приболелся немножко, что-то, ну, хотя давно не виделись. Я вообще редко в Ульяновске бываю, я же, в основном, в Лос-Анджелесе. Вот новость. Ну, как же, ну, с Фил Коллинзом... Это нам повезло, получается. Мы же с Фил Коллинзом пишем программу сейчас вместе, совместную. Вот, ну, делать не в этом. Как всегда, я на саксофоне там играю, на электронном. Дело не в этом, мы рассказываем дальше. Потом был ресторан. После ресторана мы с музыкантами въехали в Находку, опять же, в ресторане работал в Находке год. Там познакомился с Еленой, со своей женой, супругой. Приделся весь в Ульяновск. Потом пошел тут, поработал немножко в ресторане, в Венце, потом Долиной с Ларисой, потом Игорь Саруханов. Потом Икс-9, это Женя Белоусов, с ним прокатаясь, тоже где-то годик, наверное. Серов с нами был в программе. Тоже. Да, ну, просто со всеми мы... Тальков, кстати, был Игорь, тоже были у нас сами. Вы его тоже знали, да? А-студио группа, кстати, с ними подружились очень, очень... Это отдельная история, вообще подружились с группой А-студио. В Алма-Ате были с Ларисой Долиной, тура у нас был, катались там. Там очень музыканты шикарные. Я, кстати, их привез в Москву, они жили у меня дома. Я им оставлял ключи, я их познакомил с Пугачевой. Они даже попали к ней на день рождения, я звонил Алла Борисовна. Приехали ребята, жалуются, что Киркоров песню Джулия, которая Джулия, что он ее уже отрепетировал. А группа Рецитал такая у Пугачевой уже всю жизнь была. Музыканты вот эти репетировали. Они все друг друга знают, музыканты, мы все друг друга знаем тогда. И они казахам туда позвонили, говорят, вот песню у вас репетируем. Киркоров сказал, что отдали песню ему. А он у меня ее просто на гастроли попросил, Игорь, дай я переписать. Мы всем коллективом слушали эту песню, Джулия, это что-то было. Короче, история такая была. Казахи приехали ко мне позвонить, они, Игорь, там. Я Борисовне позвонил, Аллу Борисовне. Кстати, меня к ней в гости привел Руслан Горобец, который написал «Погода в доме». Это клавишник вышел, Пугачевой, которым, к сожалению, недавно тоже нет его уже. Супер человек такой скромный, такой музыкант. Так, на чем мы остановились дальше? Короче, казахи, знакомые. Потом после Жени Белоусова. Я знакомился, опять же, на гастроли с ребятами. В москвичи там такой совместный проект. Поезд 26 назывался. Воронеж, Воронежский, Воронеж, Москва или Москва, Воронеж, такой поезд такой. Воронежские ребята. И гитарист московский у них был, Андрюша Богданович. А они говорят, пойдем к нам работать. Опять же, клавиши им были нужны. У них клавиши на базе сперли, утащили. Ну, у вас клавиши везде продвигали. Они продвигали, но я-то роуз тоже потихоньку. Ну да. И техника. Там уже другие были. Другой синтезатор уже был. Там уже более секвенсор. Там D20 уже был роуз. Вот. К ребятам пришел. Первые поездки с ними поехали. Они приезжают. Они ставят аппаратуру. У них, то есть аппаратура для стадиона. Большая, огромная аппаратура. Очень много аппарата. Они сами музыканты. Живое исполнение, все дела. Играем. То есть первое отделение. Второе отделение выходит Юра Штунов. Оказывается, Юра Штунов с этим аппаратом, как бы, они подписались на этот аппарат. А при этом аппарате была группа, в которой работал я. И, как бы, вот мы ездили вместе. В итоге с Юрой Штуновым я два года катался. Каждый день мы были. Почти только с ними я работал. Вот последние два года. А сейчас не общаетесь? Общаемся. Общаемся, да. Ну, с Юрой Штуновым работал. При этом, при ней все эти песни, мы им записывали некоторые песни. Они пели песню «Белые розы, белый зимой». Это песня моей сестры Наташи Пушкаревой, которая у Ларисы Дольной, кстати, работала пять лет, по-моему, на Клавишинах. И после нее с Татьяной Ивановой группа «Комбинация». Она до сих пор встане работает. Надо же. Сестренка моя. Вот она единственная сестра у меня. Она на 12 лет меня младше, Наташа. Замечательный музыкант. У вас такая музыка. Она живет в Москве постоянно, на постоянке. Ну, и вот «Ласковый май». После «Ласкового мая», во время «Ласкового мая» я начал писать песни. Мы катались, я начал писать песни, и этот «Поезд-26» потихонечку у нас как-то материал сам уже был не тот. Немножко не тот стиль, как бы сказать. Ну, с «Ласковым майом» катались, с Юрой, там немножко другое. Да, да. Мы же не будем «Джазрок» играть, когда люди пришли послушать «Ласковый май». И потихонечку организовалась моя группа «Дон-Жу-Ан». «Дон-Жу-Ан». И вот там были песни, я уже начал мои песни петь, чисто мои песни пели. Вот я был солистом уже. Это в Москве все было? В Москве с «Ласковым майом» мы катались. Да в Москве не сказать. Мы всю Украину, постоянно Украина, Сочи, море. С Юрой и Стюном постоянно, везде стадионы. По два, а три концерта в день работали. Денежка была уже другая, конечно, чуть-чуть. С ним лучше было, работалось, да? Как или нет? Ну, по деньгам, да. Он битком собирал стадион. Да вообще, конечно. Просто его афиша, собирал стадионы. То, что там внизу, там в афише была указана еще одна группа. Народ же не смотрел, всем нужен Буглеру Штунов «Ласковый май». Поэтому схема была такая. То есть сначала работает группа, а потом выходит, допустим, звезда. А то есть вы на разогреве выступали, да? Ну, получается, мы выходили и так же с Юрой оставались. То есть я уходил за клавишей, а у меня расческа висела. Ну, так в форме расчески клавиш, которые свободные. То есть как бы не стоишь у стойки, я с расческой работал. Но песни наши очень в программе. Они бы нас иначе убрали бы. У них уже была возможность любую группу взять. И любой аппарат взять. Но, тем не менее, люди, когда срабатываются, все друг друга понимают. Разин Андрей, конечно, интереснейший, типаж вообще. Это что-то. Я никогда не забуду его в выходке. И вообще все, что он творил, чудо какое-то. Но с ним было работать. Вы не представляете, это вот первый человек, которого я встретил, чтобы вот так встречал у музыкантов. То есть вот мы работали с ним в первой поездке с Разиным. Аэропорт, Домодедово сидим. Все собрались. Разин такой подходит. Так, все собрались, все. Пошли. Куда пошли? Че пошли? Нас забирают отдельно, везут вообще. Нигде ничего, никакие ничего не проходим. Везут самолет. Сразу. Мы закидываемся, садимся, прилетели. Нас встречают. Встречают огромный автобус, гаишники. Садимся, везут нас в гостиницу. У всех одноместные номера. Обед. Пообедали, репетиция. Отыграли два концерта. Едем обратно в гостиницу. Огромные букеты роз. Не представляю, сколько это с Юркой, когда работали с шатуномом. Там что разница, да, шатуномом просто. Он не отдельно, редко работал. В основном всегда с Юрой, а они вместе в программе. И вот этих роз мы набираем. Мы как заходили в гостиницу, промо такие вот, не удерживаясь вот так, охапки такие, игрушек всяких мягких. И вот мы приезжаем в гостиницу, подъезжает автобус. Администратор говорит, ребята, так, 15 минут, ресторан ужинать идем. Поужинали, ужин заканчивается. Ребят, а мы, она же еще взрослая, там-то ласковые-то они все. Они маленькие, маленькие, подростки. Да, а нам коньяк, пожалуйста, что хотите. Вообще супер было. Подходит, ужин заканчивается. Так, ребята, кто хочет, автобус будет через 15 минут или ждет вас автобус 15 минут. Кто хочет поехать в бассейн, кто хочет салон, поехать. Так вот нас встречали. С разным это было всегда, всегда кормили. Это вообще супер было, я не знаю. Великий организатор. Он вообще супер. Вот это мне так понравилось. А с Олегом когда вы познакомились? Вот пусть Олег расскажет. Я старик уже ничего не помню. Я как бы тоже изначально музыкант и как бы тоже играл. И в том числе застал то время, когда на дикотеках играли живые коллективы. Представляете, то есть собиралась группа. Вот в парке Свердлова. Там я с ребятами играл. То есть вместо танцев, вместо монитофона играла живая группа. То есть монитофона не было. Потом, когда монитофон появился, нас выгнали. Собственно говоря, мы оказались дороже, чем магнитофон и проще. То есть я немножечко застал. Я гораздо моложе Игоря. Но я застал те времена. Многих людей, которые говорят, Игорь, я тоже знаю. И в общем мы познакомились с Игорем, наверное, в году 90 или 91. Я тогда занимался музыкальным центром. У нас был при филиале МГУ. Сейчас не могу выговорить название. Как это называют? Улгу, Угугу. Сейчас Улгу. Улгу. И у нас был коллектив такой рокерский. Там было много коллективов на самом деле. В каком коллективе? Ну, я непосредственно, мой коллектив, в котором я работал, это был The X. И потом это начался коллектив Беспредел. То есть я, собственно говоря, писал всю музыку и все делал. То есть у меня ребятишки там танцоры, рэперы. То есть мы как раз познакомились с Игорем. Это было открытие тарелки. Я тогда поступил как раз в политех. На первом курсе учился. И как раз открыли тарелку, концертный зал. Это был, наверное, 90 или 91 год. И вот как раз открытие тарелки. Там был большой концерт. И нас пригласили. Мы еще тогда не работали, но как бы работали. Ну, такой какой-то у нас был с МГУ, такая непонятная такая ситуация. Потом они у нас уже забрали, сказали, вот место, вот вы здесь сидите на карлипних-то. Наше. Медфаке. Вот это вот тут вот вы. Все. А до этого мы были такие вольные слушатели. То там, то сям. И, собственно говоря, с Игорем мы... А так как я занимался еще и всем оборудованием, то есть помогал там Сереге Цареву. Он главный зачинщик этого всего. Безобразие был. И мы там с Димкой, с Павловым. Это гитарист такой сейчас в Москве работает. Он был тогда. И вот мы до ночи там занимались монтажом оборудования. А на следующий день у нас вот такой концерт организовался, в котором, кстати, Игорь. И потом уже мы его уже поддерживали, часто сталкивались на различных концертах, мероприятиях. Ну, просто потому что мы знали друг друга. И вот все, привет, привет. И как-то не помню, какой это был момент. Игорь меня позвал. Говорит, вот у меня есть какие-то вот тут мысли, наметки, еще что-то. И вот мы тогда обсуждали долго, что-то делали, что-то... Я подсказал, что ты, Игорь, Игорь, конечно, что-то, я тоже рядом, как музыкант, не нахожусь. Знаете, я тебя секунду перебью. Дело в том, что человек, который... У Олега настолько вот развито вот это вот, не каждому это дано, он настолько чувствует правильное, вот, хорошее в музыке, он сразу оценил, вот, ай-яй-яй, например, он говорит, Игорь, ну, это супер вещь, говорит, это просто будет хитом. Он меня сейчас говорит не зря, он меня мыслил, нет, Олег очень грамотный человек, он так не говорит, что ты, что там... Я скром на свои все... Скром на все свои заслуги, и я, ну, как бы, я не очень большой, собственно говоря. Вот, но я всячески помогаю Игорю все эти годы, но, насколько есть такая возможность, не всегда получается, потому что, ну, к сожалению, все-таки вот, я все-таки в основном живу в Ульяновске, где-то Игорь въезжает, приезжает, а я в основном в Ульяновске, к сожалению, в нашем городе заниматься вот музыкой в полном каком-то понимании, либо ты идешь на какие-то дикие компромиссы с своим музыкальным, как бы, я внутренним, либо ты не занимаешься этим вообще, потому что, допустим, кормить семью этим, если ты вот занимаешься чем-то вот таким, вот я, допустим, певец и композитор, там, и музыкант, вот, чтобы мне нормально работать, нормально, как бы, семью обеспечивать, невозможно. То есть, либо нужно идти на какой-то компромисс с собой, как с музыкантом, и играть, и то, что ты не хочешь этого делать, допустим, ну, какие-то такие моменты, ну, есть они музыканты. Либо ориентацию помереться. Ну, это уж, это Москва, это здесь, это... Здесь такого нет. Многие музыканты уехали в Москву у нас. Ну, дело не в этом, Москва большая, и там большой муравейник, и есть всякое, собственно говоря, и... Но там легче жить, и легче, так как народу больше, большая вероятность того, что найдутся в большем количестве те люди, которым понравится твое творчество непосредственно. И... А здесь, допустим, ну, их тоже какое-то количество, процентное соотношение, возможно, и такое же, но в абсолютном значении это небольшое количество народа. И ты, как, допустим, творческая единица, это хорошо, Игорь, вот, он такой вот большой в творческом понимании этого слова. Я очень мало знаю людей, которые говорят, ой, Пушкарев что-то какой-то, он туфту поет. Вот таких людей я практически не знаю. Все любят песни Игоря. Это я знаю точно, это было всегда. Это было всегда, это и сейчас так, даже вот то, что сейчас... Ну, вот, я надеюсь, до этого момента это все не поднималось, так скажем, Игорь, творчество. Он очень много работает. Он очень много работает именно со звуком. Вот тем, как выглядит песня. Он очень человек, который очень кропотливый. Я все-таки вот как музыкант, я считаю себя безалаберным музыкантом. Я могу пропустить какие-то ноты, он нет, он все, каждую нотку, все должно звучать правильно, все интонации должны быть так, как должны быть, а не как иначе. Именно поэтому эта работа очень большая. И вот Игорь не даст соврать, бывают такие случаи, подходят музыканты, ну, местные, которые знают, там, еще что-то. Игорь, дай звуки, вот, которыми ты играешь, мы сейчас вот тут все напишем. И дело не в жадности. Дело в том, что это его звуки, которые он для своих песен. А человек подходит, у которого совершенно другой репертуар, другие песни, там, все другое. Говорит, блин, у тебя так клево все звучит. Оно клево звучит не потому, что Игорь где-то в нужном месте взял какие-то банки, звуки, там, и так далее, и, там, какую-то клавишу нажал, не поэтому. Оно звучит потому, что очень долго приходится работать именно над каждой фразой, над каждым куплетом, над каждым тактом. Приходится очень долго работать, пробовать миллион вариантов. Когда мы писали ай-яй-яй, я помню, что бочка, вот, основная, была, очень долго искалась. Бочка, которая ты... Да, да, да. В результате в запись ушла бочка, которую нам, наш общий знакомый, друг Марат Зарипов, он нам принес, тогда вышел диск и тайп, и вот там, по-моему, My Religion из Камстатаун песня, и мы оттуда выгрызли эту бочку, нам очень понравился там звук, и он в результате вошел в основную запись. То есть... Ай-яй-яй и тайповская бочка. Да, да. Кик называется. Кик, кик там, вот оттуда выгрызан, причем он, его там невозможно было в чистую выгрызать, он там звучал и с каким-то хэтиком чуть-чуть или еще что-то, но мы ковыряли его, наверное, на неделе две, это точно. Мы работали только над одним звуком это время. То есть это потраченное колоссальное количество времени, и чтобы вы понимали, то есть это не просто так вот мы сидели и обсуждали что-то, нет, это вот это время стучала эта бочка. И вот, представляете, две недели у вас в голове стучит эта бочка, а вы пытаетесь какими-то при помощи различных технических вариантов, вот как-то ее изменить, поправить, добавить ей глубины или еще что-то, потом вы эту бочку вынимаете, вставляете в песню, потом пробуете так, чтобы она была правильно со всеми звуками. Это очень скрупулезная работа, очень выматывающая подчас работа. Да песня бывает, вот что-нибудь делаешь, уже надоедать, песня сама уже, тут ее уже слушать, а иногда, и у меня много так, у меня штук 500, наверное, таких вещей, которые вот я уже делал, я в итоге ее все бросаю, она мне лежит, не могу я больше заниматься, не добивая, у меня такие... И великая песня, великая песня после «А не уходи», он тоже забарковал, нет, говорит, мне она надоела, и все, хотя песня вот такая, это потому что там рояль, я знаю, ты не любишь рояль. Нет, нет, там вся царолета не обламывает в этой песне, она у нас по тем временам суетливая, какая-то суета, она сейчас я когда ставлю в контроллер диджейский, я опускаю темп, просто опускаю, то есть не меняется, то она просто темп опускается, медленнее, такой кайф она звучит, качает, а она ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты, меняет обламывает, вот сейчас вот, ну, очень много, кстати, времени. Потом мы очень много в тот момент, это где-то 93-й, наверное, 94-й года, мы очень много сделали вещей в кантри-стиле. Альбом у нас, да, и его нет, просто оно кануло в лето, потому что Игорь забраковал. Нет, нет, дело не в этом. Да забраковал? Да нет, просто на самом деле он английский альбом, написан был в лед, вообще песня одна за другой у меня. Да, одна песня рожала, другие песни. Вообще без проблем, они как одна песня, на самом деле, вот, у нас есть великий земляк, который сейчас живет в Москве, Николай Кохов, он композитор сам, но он поэт. И многие песни мои сделаны на его тексты. «Пустая осень», «Феи синих глаз», и английские все песни его тексты. Ну, я, кстати, сейчас вот мы с Олегом планируем сделать программу «Амплак», так называемый, акустический, под гитару, с использованием гармонайзера, «Лупер», это который закольцовывает фрагмент какой-то музыкальный и крутит его. И еще Олег вот расскажет, наверное, я ему недавно поставил наброски последние, я прослушал свой саксофон электронный, прослушал звуки, какие там есть. Потому что играешь на двух саксофонах, там где-то флетч какая-то, то есть это синтезатор. А я тут, давай их все пощупать. И записал Олегу эту запись, показал, он вообще в шоке был. Ну, да, технически очень серьезный инструмент. То есть внешне это флейта, саксофон, кларнет даже. Как кларнет выглядит. Кларнет выглядит. Но на самом деле в нем очень такие много очень разносторонних датчиков, и оно полностью практически имитирует вот живое все. Если ты, как музыкант, понимаешь, как это звучит, то это компьютер, он это воспроизводит. И воспроизводит с любыми абсолютно звуками. Скрипки, гитары, там черти знает. Барабантов. То есть вообще даже не духовых инструментов, но все те нюансы, интонации, придыхание, все это, он все это транслирует в эти инструменты. То есть на самом деле технически сейчас возможности есть колоссальные вытворять звуки. То есть сам по себе визуально кларнет превращается в оркестр абсолютно элементарным. Просто такой своеобразный оркестр. У меня есть композиция «Пятый океан», кстати, на саксофоне. Она выложена в интернет, как-то она ушла. Я никогда никакой материал туда не забрасываю. Просто кто-то где-то дарил. Одесский, кстати, мой саксофон в городе слышали многие. Потому что я работал в ресторанах, ну, в корпоративе всякие бывают, дни рождения. Вот я работаю, я всегда дудку свадьбы, всегда беру и народу всем нравится очень. Ну, послушайте, вы никогда не слышали? Послушаем. Ну, я думаю, что мы сейчас программу сделаем. Вот мы хотим в Янке-баре поработать. Ну, куда пригласят, с теми и будем работать, так скажем. Потому что сейчас у всех сложные времена. Мы понимаем же это. Мы же не живем в другом мире. На самом деле, мы же здесь, мы же в этом мире живем. Мы понимаем, что у людей не очень много денег, и их все меньше и меньше. Но все равно люди развлекаются, слава богу. Дай бог всем доброго здоровья. Отдохнуть, послушать. И если у нас получится на этом еще и заработать, то будет просто супер. Дай бог. Еще, кстати, у нас будет возможность в Ульяновской правде сделать рекламу. Да. Мы зашли. С удовольствием. Да, зашли. Мы вообще, если к нам хорошо, мы всегда очень хорошо относимся. Желаю вам огромных успехов, удачи. Ну, я думаю, что мы не в первый, не в последний раз здесь встречаемся. Ирина, а вам говорили, что вы хорошенькая такая. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok